всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду прошлым летом мы семьей прокатились по испании побывали в разных местах в разных городах попробовали кухню разных регионов серия роликов на эту тему было если пропустили смотрите соответствующий плейлист на канале так вот в толедо мы попробовали насквозь классическое испанское блюдо бычий хвост rabo de toro так хвост очень мягкий отделяется прямо от косточек прекрасно знаете по вкусу как классический ставовский гуляш вкусно рекомендую блюдо чрезвычайно популярные и до сих пор идут споры какая из провинции даже какой из городов является автором хотя на самом деле происхождение блюда даже римская и в пират он упоминается в книге маркуса гавиуса пиццы дэре кокенаре на латинском в переводе будет как-то к вопросу приготовления пищи делается очень просто трудозатрат самый минимум правда есть минус ждать готовности придется долго но с другой стороны вам же не нужно чахнуть от кастрюли когда в них этот хвост готовится вы поставили на огонь занимайтесь своими делами полный список продуктов и основные этапы рецепта естественно как всегда в конце ролика прочитаете обязательно конечно куда деваться понадобится нам бычий хвост или кровь однако будьте бдительны и как-то в москве на рынке 1 продавщица пытался не подсунуть под видом телячьего якобы хвостика шею индейки наберите в гугле фото бычий хвост и шеи индейки увидите разницу у бычего хвоста на среде вот здесь вот белая часть а у индейки здесь пористый такой средство кости пористые птичьи так что внимательнее так приступим в чугунок оливковое масло экстра вёржин она для аромата не стоит заменять его на рафинированное если вы хотите получить вот действительно вкусное блюдо хвост сразу присолить и присыпать мукой соль понятно для вкуса мука для более румяные корочки чтобы при обжарке быстрее пошла реакция майяра именно продукты этой реакции дадут нам в соусе вот эту потрясающую нотку того поджаренного мяса нас уже нагревалась пора выкладывать хвост его мы подрумянием сейчас со всех сторон и пока процесс идет овощами лук морковь надо почистить нарезать не забываем про хвост нам же его со всех сторон подрумянить требуется так все он подрумянился отвожу его в сторонку временно а в этой посудине надо обжарить овощи и сразу добавляю лавровый лист и лаврового листа надо много это важно обжариваем овощи до хорошего такого подрумянивания огонь выше среднего и достаточно регулярно помешиваем чтобы ничего не сгорело основная задача на этом этапе чтобы сахара лука и моркови карамелизовались ведь вкус карамель от вкуса сахар отличается верно поэтому жаем следим за посудиной периодически помешиваем ну вот сейчас уже отличное состояние овощей пора добавлять протертые томаты я использую консервированные может конечно и свежие но свежие у нас пока недостаточно сладкие уже пора возвращать сюда хвост и перца сразу сюда черного и вино красное сухое это не должно быть самое дешевое вино в магазине ну и самое дорогое естественно брать не стоит вы попробовали его аромат хороший на вкус достойный пить можно значит и блюдо с ним получится прекрасное очень даже неплохо а если на вкус это будет уксус подкрашенный чернилами то вы таким безобразием только испортите блюдо пока болтал уже алкоголь выпарился значит самое время залить все водой это обычно кипяченая сразу добавим соли место я солил но для всего блюда этой соль конечно мало все теперь остается томить под крышкой на очень слабом огне часа два два с половиной я заранее подготовлюсь приготовлению гарнира картошка у меня с очень тонкой кожицы и поэтому чистить не буду да нам и ты конечно ее творю до полу готовности в посоленной воде минут 78 она покипит потом отброшу на дуршлаг давай остыть обсохнуть и останется только во фритюре до готовности вести ждем хвост уже готов мягкий осталось довести дома соус а раньше для создания однородности его протирали через сито но у меня есть блендер и будет глупо если я им не воспользуюсь красота теперь сюда парочку гвоздичек и верну обратно хвост чтобы он ароматом гвоздики пропитался пусть потомится еще минут 10-15 как раз хватит времени картошку приготовить нас уже нагрелась здесь рафинированная смотрите температура 162 с половиной вот нам нужно 160 180 градусов где-то так отправляем картошку важно масло не перегревать но и ниже нужны нам границы греть не стоит слишком горячее масло снаружи картошка успеет сгореть внутри еще сыраевой останется слишком холодное масло она вся пропитается маслом и будет такая жирная неприятная так что термометр на кухне вещь необходимая салфетка сейчас лишнее масло с поверхности впитает конечно картофель фри ты не обязательный гарнир в том же самом толеда но увидели вначале пюре какой-то подавали картошка с чем-то было я даже не понял с чем но было вкусно пора заниматься сервировкой так вот сюда наверно три кусочка хвоста посмотрите какой соуса чудо густой ароматный готовился у меня кстати этот хвост даже не два с половиной часа от три часа и еще сколько и 20 минут жестковатый оказался ну короче вы тыкайте проверять и поймете как она все ничего еще момент тоже соус блондировали пробуйте на вкус если у вас овощи ваш ваш лук ваша морковь недостаточно сладкие не стесняйтесь сахаром поправить давайте уже пробовать вот такое вот чудо смотрите какое мясо самое вкусное мясо растет на костях и в соусе божественно обалденно она настолько сочная за счет как раз большого количества прожилок этого коллагена она не разваренная в хлам она жуется при этом он очень мягкая суперская и картошечку вот это вот смотрите она вся в этом соусе соус совершенно обалденный соус можно просто так выхлебать без всякого мяса это прекрасно это блюдо действительно достойно чтобы войти в золотой пантеон всех блюд всей римской империи и испании оно простое долго готовить да но оно офигительно вкусное вот просто просто бомба короче готовьте обязательно и наслаждайтесь это это просто какая-то сказка на этом позвольте с вами попрощаться огромное спасибо за ваши лайки за дизлайки за репосты вообще за любую активность на канале огромное вам спасибо всем пока и